МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Система компьютерного управления и повышенная экологичная оборона. В Будокашалевском районе возводится новый свиногадоучий комплекс. А зараз об этом и иншим больше подробностям. Урочистый сход, святочный концерт и ускладание кветок. Сегодня в Гомеле прошли мероприемства, промеркованные до дня милиции. Под обязанности в материале наших корреспондентов. Помни к милиционерам, які загинули при выполнении службовых обовязков, в Гомеле открыли в 2012 году. И с того часу, напереды Днепрофессийного света, тут завсюду проходят митинги. Усягу, историю гомельской милиции калястасу – працовников, які отдали свои життя при охове правопаратку. Сирот перших – рыжеский милиционер Михаил Галдецкий, який загинул подчас громадянской войны. И керавник кармянской волосной милиции Иван Илюшенко не вернулся з работы у лютым 1919-го. Святлана Борисенко стала удавой у листопадзе 1993-го года. Ей мужу Константину, який загинул у Гомеле подчас затриманні злочинцы, тады было усяго 25. Дачцы – один год и два месяцы. Жанчина каже, што было вельми тяжко. И им кнеться стремать слезы. Было тяжело, тяжело и для ребёнка, тяжело и для меня. Но я должна была держаться, должен быть дух. Потому что я смотрела на родителей, я должна была поддерживать и своих родителей, и родителей мужа. У них должен был быть смысл в жизни – это растить ребёнка, дать ребёнку всё. И это должна была внушать я своим поведением. Ну, конечно же, и жизнь это показала, что я думаю, что я эту задачу выполнила. Я всё время обращаюсь мысленно к нему. И права я или не права – это наш ангел-хранитель. На сегодняшний день это наш ангел-хранитель. Такую колькость супрационников милиции у парадной формы можно убачить только подчас урожистого сходу, присвеченного профессийному святу. Всё лето и оно означается у 164-й раз. У будинку областного громадско-культурного центра – дзеючие супрационники и ветераны унутрыных справ. Многие пришли с жёнками. Гэтый день можно лишить и их святам. Без их потребки мужчинам было б особливо тяжко. Гэтую истину подтвердил минулый год, когда супрационники милиции находились на службе по некольки дён. Часто разыкующие житём, деля спокоя людей и незалежности державы. Яны продемонстровали верность присяде. С гонором выканали свою задачу. И сегодня по праве приимают веншавание. Завтра правоохолники снова выйдут на прессу, как забеспечивать парадок и оборонять жахару Беларуси. Гомельская милиция выполняет все поставленные задачи, которые стоят перед ней. И, в принципе, достойно занимает место в общей системе Министерства внутренних дел. Задачи на 2021 год Гомельской милиции поставлены. Я, как куратор, конечно же, буду всеми силами и средствами оказывать, способствовать любую помощь для того, чтобы все мероприятия, весь комплекс мероприятий для поддержания общественного порядка и недопущения преступлений и правонарушений в Гомельской области были минимизированы. Александр Ульга Коновалова, Ёлген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Не только смагаться со злочинностью, а и створать комфортные умовы для супрацовников и наведовольников. Сегодня в областном управлении внутренних справ продемонстровали обновленный холл. Будинок открыли в 1976 году, и с того часу тут проводился только косметичный ремонт. Идея обновить холл с применением сучасных технологий належит начальнику управления Александру Васильеву. Усе работы выполнены за позабюджетные сродки УУЗ. Головная мета – створение комфортных умов и повышенных мер безопасности для супрацовников и наведовольников. Досягается это, благодаря тем, как применение электронных технологий. Минулый год для супрацовников милиции был не легким, но благодаря этим людям отрималось заховать не только спокойно в улицах, но и национальную безопасность Украины. С серьезными выкликами хэтаха года во управлении называются неправдивые поведомления об заминировании Будинкау. Мы видим опять тенденцию. Вчера, сегодня вновь поступают сообщения о заминировании средних школ, о ложном заминировании средних школ. Но мы ответственно реагируем на эти сообщения и готовы и дальше реагировать с должным профессионализмом. И это опять же подчеркивает то, что мы настроены решительно, личный состав ни в коей мере не расслабляется. Готовы должным образом отреагируют на все, не только внутренние, но и внешние угрозы. В преддверии профессионального праздника, безусловно, пожелать крепкого-крепкого здоровья, успехов, счастья, семейного благополучия. Также любить своих близких, свою страну, свою родину и быть уверены, что мы всегда придем на помощь своим людям, своему народу. Рыхтовалися до захопу будинка у Выканкама и администрации у Гомеле. Завершено расследование криминальной справы у дочиненни до четырех доверных особ Святланы Тихановской. И, до речи, она объявлена у вышук. А следчик комитет передал документы на ее экстрадицию у Генеральную прокуратуру и чекает реакции литовского боку. Что тычится обставина у справы, и они стали вядомыя подчас расследования иншей у Адносинах до Сергея Тихановского. Подаденных следствия оперативники отпрацовывали тих, кто плановал организацию массовых беспорадков у период президентских выборов у Беларуси. Мелась информация, что особы с ближайших окружений одного из экс-кандидатов рыхтуются до беспорадков и захопу будинков держорганов. Собе у команду подбирали былых военных, милиционеров и вратовальников. И 5 сентября уже собрались обмерковать конкретный план Деньев. На встрече присутствовала и Тихановская. Поддержав радикальные планы, Светлана Тихановская согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов и иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года. Следователями проведены допросы обвиняемых. К материалам уголовного дела была приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и ее доверенным лицам. Установлена и доказана вина шести человеку, тымлику и экс-кандидата у президенты, которые плановали деяние по захопу будинков и приготовлению до организации массовых беспорадков. Им предъявлено обвинявление по двух артикулах Криминального кодекса. Некоторые заключены под стражу. Расследование криминальной справы завершено. Материалы передадены прокурору для накирования в суд. Пока ранее спастигла злочинцу. До 10-ти годов турмы может отримать Жихар Калинковича, у яких два годы отримал у напруженне у весь регион. 31-годовый мужчина периодично поведомлял обминировании разных установ – от правооховных до адекватных. Зараз эта справа поступила со следчего отдела управления Комитета державной безопасности в прокуратуру. По словам прокурора Гомельской области Виктора Морозова, каждый раз информация, которую огучву у Калинковичанин по воде минирования, оказывалась лживой. Але на то, якобы ей обвергнуть, тратилися часы гроши. У личбах это около 8 тысяч рублей. Сродки, до речи, обвинявлены повинен будет вернуть державе. А кроме того, злочинцев зломвал сайты и выкрыстовывал конфиденциальную информацию для отримания доходу. По материалах селедства дейничал он не один. За свои махинации, манипуляции и компьютерный шпиян наш мужчина отримливал гроши у тымлику и от заказчика у таких злочинствов. Увы, не кудобра багатился. Усяго же Харка Алинковича уздесь не около двух десятков злочинных эпизодов. Поступило уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Калинковичи, который на протяжении двух лет сообщал в различные органы о минировании зданий и сооружений государственных органов, учреждений образования, в частности область полкома, вокзала в городе Минске, ряда школ в Гомельской области, областного суда. И на протяжении двух лет будоражил общественность, будоражил наших граждан лже-звонками. На этом, кстати, зарабатывал и деньги. Но благодаря усилиям оперативных служб УКГБ и УВД данное преступление раскрыто. Я хотел бы предостеречь минеров, так называемых, о том, что рано или поздно вам придется нести ответственность перед законом, рано или поздно ваши преступления станут явью, и вы предстанете перед судом. А в суде гособвинители будут требовать для вас самой жесткой меры наказания. До инших тем. У Будокашалевским районе протягивается будовництва нового свиногадовчого комплексу, одного из самых буйных на территории Гомельской области. Его могутность – 24 тысячи голов в год. Работы завершены большим на 80%. Иде установка технологичного обсталявания. Подробязности далее в сюжете. Рашение об реализации этого масштабного проекта на унитарном предприемстве Андреевка принята невыпадково. Больше за 40 годов тут иснует один и в районе свиногадовчий комплекс державной формы властности. За этот час обсталявание сносилось на 100%. До взведения нового сучасного комплекса приступили весной минулого года. Будовничая работа ожитивляет Гомельский домобудовничий комбинат. Для предприемства это не типичный проект. У основном его супрацовники займаются будовництвом жилья. Однако в апошний час у портфелі з'являлись не зусім звыклые заказы. До приклада – мемориальный комплекс «Ала». Что тычыцца нового сельско-гаспадарчага комплексу, то з инженернага пункту Гледжэня аб'єкт не складаны, але масштабны. Яго площа – 18 гектаров. На дадзіны моменты гэта самы буйный заказ дома будовничага комбината. Проекты выкананы больше, чем на 80%. По сутнасті застаюцца толькі дахавые работы і монтаж абсталявання, якім займаецца Гомель Агрокомплект. Комплекс складаецца з некальких зон, будя оснащены системы компьютерного керавання, микроклиматом і повышенной екологичной обороною. «Первая зона – це административно-хозяйственный блок, де знаходиться котельне, поміщення для персонала. Следуюча зона – це зона карантина. І сама промышленна зона, котря імеє глухой забор, працювуючий як проїзду машин, так і появлений посторонніх на данному об'єкці. Ана состоїт із двох блоків сараїв. В перших сараїх праисходить осемінення плодотворення і вскармливання молодых поросят. В следуючих двох блоках чотири сараїв – це уже сам непосредственно откор. На будовніцтво свінагадовчага комплексу було выдатковано 52 мільйони рублів. Калі стары займав 1% структуры валової витворчасті будокашалівського района, новы будзі у п'ять разов эффективні. В хозяйстві свінагадовчага стары займають в структурі выручки 40%, с учетом ввода нового буде займати 60-65%. І в дзенежному враженні це хозяйство буде получати 800 тисяч в місяць. В сьогоднішній день свінагадовчага даєт хозяйству 180-200 тисяч. Тобто в парадках чотири рази буде выручка від производства сінина більше, ніж сьогодні. Завершить роботи плануються у Снежніх гетага года. Аднак будовніки ідуть запяраджанням графіка, уличваючи економічну значність нового свінагадовчага комплексу, і он будзі уведзіну експлуатацію значно раней – празднікалькі місяцців. Дзмітр Рыкотов, Мікалай Скінціян, Валіра Гапанько, Телерадоя Кампанія Гоміль, Будакашалівський район. День безпеки, увага усім. Сьогодні Міністерство по надзвичайних ситуаціях дало старт республіканській акції. Яєм мэта – нахадать жихарам країны об правилах пожарной безпеки, а так само як реаговать по сигналі увага усім. Перший етап з другого по 12-го соковіка. Супрацовніки МНС наведують з профілактичными гутарками, інтернаты, гандлёвая центры, кінотеатры і спортивные аб'єкты. У вазі дятей і дорослых шматліки інтерактивні пляцовки. Другий етап з 15-го соковіка і до конца місяця відбудеться у сельській місцовості. Тут вратовальніки проведуть масштабні забавляльно-профілактичні програми. Не обидеться без нововведеньів і сюрпризів. Жителі сельській місці ждуть небольшой сюрприз. С гастрольними турами посітят їх победителі республіканського осмотра конкурса тетралізованних постановок, де, кстати, спасатели гомельщини заняли первое місто. Ещё є одне нововведення, яке також порадує наших жителі. Це фото-проект «Найди причину». Будуть передоставлені фотографіями з различними чрезвычайними ситуаціями і наші граждані повинні правильно роз'ясніть, із-за чого возникла та чи інша чрезвычайна ситуація. На Хомельщині починаються урочистые мероприємства і присвячене свято 8-го соковіка. Сьогодні у Палацу Румянцева Хіпаскєвіча відкрилася вистава жанучих портретів, на якую запросіли выбітних представниц Гомельськай в області і старшиню Білорусського Союза жанчин Алену Богдан. Вернісаж наведала і наш корреспондент Ганна Коральчук. Жанучий в образ у мастацтві натхняє багато майстрів Гомельщини – Михайла Новицкого, Владимира Тихонова, Андрея Крилова і інших. Акварелі Марії Ягорової присвячені внутріні прагажості жанчин і матчинай любові, а побач зимі – реалістичнія постаті спраудних героїнь. Гостями вистави у Палаце стали знакоміті Гомельчанки, які самі натхняли творців на полотне. Наприклад, мастацький керівник і головний диражір камерного хору областної філармонії Алена Соколова і народна артистка Білорусі Галіна Паулянок. Я не позіровала. Це фантазія художника, яку відео на моїй фотографії. І вона говорить, я вас віжу вот так. Ну, не сказала, як. І потім, через нікторе время, вона мене показує картину, я навіть сама не ожидала, що таке, ну, мені подобається, наприклад, що там стільки якогось, не то що оптимізму, а якогось радості життя, і ще ці 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 знизу, вони як-то вдохновляють. Презентація експозиції стала добраю находою виказати подяку і теплі пожадання представницям прыгожої полови чоловіцтва. До присутних жаншин з віншуваннями звернувся старшиня Абл-Ваканкама Геннадз Соловей. Губернатор підкреслюв значність їх укладу у різних професійних сферах і у цілому розвиті громадства. Сьогодні ви везде, ви підтримуєте домашній очаг, ви сьогодні активно вчаєте в обшенній житті, в беззвідсленній деятті, ну і, звісно, в різних видах спортивних і інших мероприятий. Без вас ми, наверное, здесь б нічого не змогли сотворити і зробити, тому що, має таку підтримку, тылову, ми завжди вперед і можемо вирішити то, що сьогодні робиться в нашому державі. Старшиня Білорусського Союза Жаншин Алена Богдан розказала об ініціативах громадського об'єднання і тим, яку підтримку зараз оказыває Жаншинам Дзержава. Звісно, це старт программы «Здоров'я народу і демографічна безпецість», де є розділ «Сем'я і децтво». Звісно, це мероприятия по розширенню іспользовування семейного капіталу. Це мероприятия по соціальній підтримці різних категорій. Прежде всього, наприклад, несмотря на всі сложності прошлого року, с 2021 року, с цього року, ми почали программу предоставлення одного іко бездетним парам за счет средств государства. Тому такі мероприятия є і сьогодні, і вони будуть продалжатися. А крім того, з цього тижня громадське об'єднання починає підводити вийніки городських і обласних конкурсів Жаншина Года. Ім'я на пераможців стануть відомі 4-го сакавіка. Ганна Коральчук, Ігор Марышченко, Телерадо, компанія «Гомель». Бібліотеки Гомельської області у сучасних умовах – вийніки і перспективи. У бібліотеці «Мя Ленин» розпочався двохдзённий семінар для директораў гэтых установ. Хто мая добрую книгу, ніколі не будзе одинокім. А ў фондах «Ленинкі», дарэчы, іх каля мільйона. А ліж бібліотекі даўно перасталі быць толькі аб'єктамі, дзе можна ўзяць пачытаць книгу, ці падріхтаваць навуковую работу. Так самах, гэта місце сустрэч людзей, якіх аб'ядновуюць аднолькавэя інтарэсы і захаплэнні. Тут арганізуюць розныя гурткі, клубы. Летось колькаць набедвальніка ў бібліотек скаратілася з-за пандэміі, але ўстановы ўсё ровна не пуставалі. Дарэчы, за эпідэмічна неспрыяльны час супрацовнікі распрацавалі новая формы работы с чыточами і цікавыя прапановы для іх. Чыточы і бібліотекары кажуть, што кожны чалавек, які не усведамляе сваіху жыця без чытання, заусёды застанецца верным кнізя, не глядзячы на любые катаклизмы і перашкоды. Сьогодні ми в 26-й раз подведем итоги ежегодного областного смотра конкурса «Среди бібліотек. Бібліотека. Необходимо обществу». Очень приєтно отметить, що це єдинственный в республіці середі областей подобний конкурс, який має столь долгую історію. І победитіли нашого конкурса відправляються на республіканський конкурс «Бібліотека осьародок національної культури». Нам, організаторам, дуже приєтно, що активність, творчіська активність наших колег із бібліотечних систем області даєт жізні этому конкурсу, і он не на один год не прекращаєт своє существовання. Гэта і атак сама інша новіна. Інформацію об проєктах телерадиокампанії «Гоміль» ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеці па адресі www.tvrgomil.by. Нахэтым випуск завершений. Усяго вам добрых, а й до нових зустріч у ефірі. Дякую за перегляд! Ефір телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студії Николай Скинтиян. Здравствуйте! Новые случаи лжеминирования в Гомеле. Накануне вечером правоохранители получили сообщения о взрывных устройствах в еще нескольких школах города. А сегодня утром в милицию поступил сигнал о бомбе в 47-й школе. Детей и работников эвакуировали. Личность злоумышленника устанавливается, возбуждено уголовное дело. В Гомеле водителям маршрутки привлекли к административной ответственности за создание аварийной обстановки. Напомним, около месяца назад он отъезжал от остановки улицы Тимофеенко и не уступил дорогу водителю «Пежо», который двигался по крайней левой полосе в попутном направлении. К счастью, ДТП удалось избежать. Несмотря на то, что автомобиль занесло на дороге, он остановился до выезжающего автобуса. За создание аварийной обстановки в отношении водителя маршрутки составлен административный протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортным средством до двух лет. Или без лишения. Мазырянин хранил в гараже почти 10 килограммов насвая. Полимерный пакет с веществом обнаружили оперативники наркоконтроля Мозырьского РОВД совместно с коллегами из уголовного розыска. Владелец насвая – 60-летний мужчина. Хранил его для продажи. Составлен административный протокол. В Петриковском районе лошадь провалилась в яму для загрузки зерна. Понадобилась помощь спасателей. Место происшествия – деревня Куритичи. Животное упало в яму глубиной 2 метра. Самостоятельно выбраться не смогло. При помощи хозяйственных рукавов и подручных средств лошадь вытащили на поверхность. Ветеринарной помощи животное не нуждается. Это все новости на сегодня. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Кубок Полесье вновь собрал в Гомеле каратистов из Беларуси, Украины и России. Несмотря на пандемию и связанное с ней ограничение, традиционный турнир по киокушенкан каратэ-до не потерял статуса международный. А вот в численности предыдущим уступает чуть ли не вдвое. На конкуренции в борьбе за награды это, естественно, также сказалось. Но, как отмечают организаторы, это не критично. В списках участников – призеры Кубков мира и Европы. Из-за рубежа приехало только две команды по одной из России и Украины. Такие соревнования нужны. Во-первых, это общение с друг другом. И дети познают друг друга, знакомятся. Даже на международных сборах они друг друга рады видеть. И невзирая на такое тяжелое время, вот эту пандемию, где куча запретов и так далее. Благодаря совместной такой работе, то есть мы провели переговоры, знали какие документы, как мы благодаря этому приехали. Турнир – это, прежде всего, рост спортивного мастерства, проверка своих сил и возможностей. И задачи стоят для каждого свои. В разном возрасте, наверное, все же турниры разноплановые. И по возрастам также. И каждый инструктор ставит для своих детей свою задачу. Но в целом все же это крепкий характер. По словам Сергея Мартюхина, предстоящий год обещает быть насыщенным у гомельских каратистов. В планах поездки на международные сборы календарь соревнований также будет максимально богатым. В гомелье состоялся Кубок Беларуси по тяжелой атлетике. Представители нашего региона завоевали на турнире девять наград. Победителями в своих весовых категориях стали Егор Попов и Любовь Демидовец. Серебряные награды завоевали Рина Летошек, Диана Минкова, Екатерина Андрейковец и Диана Савченко. Амбронзо у Игната Павлюковца, Людмилы Дороховой и Елены Сучковой. Восемь медалей завоевали белорусы на международном турнире по вольной греко-римской женской борьбе в Киеве. Бронзу из столицы Украины привезла гомельчанка Мария Мамашук. Единственное серебро на турнире для белорусской команды выиграла Ванесса Каладинская. Кроме того, в активе наших борцов шесть бронзовых медалей. Всего же за награды боролись более 300 спортсменов из 35 стран. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Продолжение следует...